Здравствуйте! Вы смотрите «Время Икс» на информационном канале Севастополя в студии Мария Аболенская. Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество знания» начинает свою работу в Севастополе. Подробнее об этом сегодня мы поговорим с директором Севастопольского филиала организации Валентиной Владимировной Манулинка. Валентина Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Рада приветствовать вас в нашей студии. Первый вопрос, конечно же, будет касаться вашей организации. Расскажите о ней подробнее и когда она была создана. Спасибо большое! Спасибо за такую замечательную идею канала «Представить Севастопольское общество знания» филиал. Дело в том, что мы заинтересованы сегодня в том, чтобы наше население было широко информировано, потому что мы заинтересованы в пополнении наших рядов. Я должна вам сказать, что, наверное, нашему частью опытного населения нашего города известно общество знаний СССР. Когда-то оно в 1947 году было создано, оно очень нужно было стране для того, чтобы заниматься просвещением населения. Население, которое после тяжелейших лет должно было погружаться уже в новые знания, в новую информацию и получать ее интенсивно. И очень стремительно тогда в СССР развивалось общество знаний, и оно, конечно, играло огромную роль. Были изданы журналы, газеты, и они работали для того, чтобы население имело возможность просвещаться. Так вот, в какой-то период, видимо, это связано было, наверное, с какими-то историческими событиями, с появлением, наверное, и с развитием IT-технологий. А вот такая потребность в лекторах почему-то стала теряться. И вот, спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу, он решил возобновить деятельность общества знаний. И был издан указ президента Российской Федерации о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации российского общества знаний. И был издан он 11 декабря 2015 года. Конечно, сразу же началось движение по активизации деятельности, по созданию органов. И был проведен в Москве первый съезд нового российского общества знаний. Он прошел 7 июня 2016 года. И мне посчастливилось в составе троих представителей города Севастополя. Это Валерий Иванович Кошкин, это Лидия Михайловна Гура и я. Мы были делегатами от Севастополя первого съезда Российского общества знаний, которое состоялось в Москве. В очень торжественной обстановке, где и было организовано все органы руководящие. Координационный совет был создан. И все начали деятельность свою. В Севастополе была проведена конференция. На конференцию были приглашены ученые, практики, представители образования, органов власти, общественных объединений, организаций. Достаточно представительная была конференция. Присутствовали наши законодатели. Интересно все прошло. И были приняты тоже решения о том, как действовать дальше. Рассказали на конференции о том, как проходил съезд, какие выработаны были направления деятельности и что собой представляет современное общество знаний. Конечно, главный человек в обществе знаний сейчас – это лектор. Человек, который должен нести просвещение, просвещать население. Вот эта функция, которая когда-то в 1947 году, и, кстати, в этом году исполнилось 70 лет обществу знаний. Так вот, эта функция просвещать, она и сохранилась. Цель, главная цель, конечно же, – это просвещать население страны. Потому что мы хорошо знаем, что информации очень много, средства массовой информации. Да и любой гражданин имеет возможность сейчас с помощью интернета какую-то посылать информацию. Не всегда это проверено, не всегда это точно. И задача российского общества знаний – использовать научный подход к любой информации. Поэтому особенно тщательно проходит отбор лекторов. Заявить о себе, как о лекторе, может любой гражданин нашей страны. Стоит только зайти и зарегистрироваться на сайт Российского общества знаний. Есть такой сайт официальный. И там есть файлик «Стать лектором». Вот нужно открыть, зарегистрировать свои данные и разместить лекцию. Что должна собой представлять лекция? Лекция, конечно, должна быть с научно проверенными знаниями обязательно, с информацией. Она должна быть современной. Конечно, в лекции очень важно, чтобы использовались, чтобы это были презентации с хорошо подобранным материалом, грамотно подобранным, умело подобранным, чтобы она была интересна для зрителя. Предполагается, что и мы стараемся осуществлять свою деятельность для разных категорий. Потому что для разных категорий граждан, и молодежи, школьников, и студенческой молодежи, для людей опытных, ну и, конечно, для зрелых людей, для наших граждан, для самых почетных граждан нашей страны. людей возраста такого уважаемого. Мы готовы нести информацию для любой категории граждан. Я потом расскажу о том, как уже это происходит и каким способом можно получить информацию. Конечно, наша организация общественная в основном. Она общественно-государственная, но люди, которые сейчас энтузиасты, входят в состав лекторской группы нашей, это в основном работают на общественных началах. Но это энтузиасты, это любители и патриоты своего дела, поэтому они очень подходят серьезно к своей лекции. Так вот, лекцию нужно разместить, презентацию, лекцию, материал, с которым человек хочет выступать, нужно разместить на сайте. Потом этот материал изучается, создана комиссия, которая изучает этот материал, и только после того, как он получит одобрение, человек имеет возможность получить сертификат Всероссийского общества знаний. Тогда он становится лектором. И вот тогда уже лектор по разным абсолютно направлениям деятельности могут создаваться лекторские группы, объединения. Ну вот, конечно, речь идет об удовлетворении разносторонних образовательных, профессиональных потребностей. Мы имеем возможность оказывать помощь в дополнительной профессиональной подготовке. Мы, конечно же, одна из задач – это достижение высокого уровня просвещенности граждан России на основе, как я уже сказала, передовых научных знаний, формирования поддержки со стороны широкой общественности, всему просветительскому российскому движению, через создание всевозможных дискуссионных площадок, интеллектуальных клубов. И речь идет о том, что, конечно, надо уметь организовать вокруг себя большое количество людей, молодежь, если это то молодежь, взрослые, то это взрослые. Мы, конечно, выполняя задачу просвещения населения в вопросах культуры, у нас есть лекторы, которые из этой отрасли, у нас в Совет входят интересные очень представители культуры. Я вам могу сказать, что членами Совета являются интереснейшие люди – это Константинова Ирина Николаевна, директор Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского, Краснолицкий Николай Иванович, директор Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, это Троицкая Наталья Васильевна, главный редактор севастопольской еженедельной газеты «Слава Севастополя», ну и Алтабаева Екатерина Борисовна, все знают, кто это, это Кривов Юрий Иванович, заместитель губернатора города Севастополя, Авдеева Ирина Николаевна, проректор Севастопольского государственного университета, ну а возглавляет, председателем является нашего филиала севастопольского Владимир Дмитриевич Нечаев, доктор политических наук, профессор, высокообразованный человек, который умеет так заинтересовать любую аудиторию, что его не хотят отпускать, когда он выступает. Он своим примером показывает, каким должен быть лектор, который выходит общаться с населением или с какой-то аудиторией, будь то студент или будь то взрослый гражданин. Конечно, содействие к культуре – это одно из направлений, наука, культура, образование, но одна из целей – это работать на семью. Мы знаем хорошо, что семья – это ячейка общества. Конечно, мы заинтересованы всем в том, чтобы наше население умело хранить традиции семейные, умело хранить свою семью, чтобы способствовали этому, чтобы стремились к этому, чтобы семья была действительно, любая семья была крепкой, сплоченной, дружной. И каждый член семьи, чтобы чувствовал себя в семье очень комфортно, и независимо от того, кто это ребенок или это взрослый. Мы просвещенцы, а я всю жизнь, моя вся жизнь связана с просвещением, конечно, заинтересованы в комфортном самочувствии детей в семье, потому что не всегда, к сожалению, в обществе детям нашим в семьях комфортно. Вот родительские лектории, которые в том числе как одна из форм проводятся. Интересные, может быть, где-то квесты. Мы проводим различные формы, в том числе и с родительской общественностью. Я должна сказать, что проект, который подготовлен совместно с университетом, университет, театр и общество знания, театр Луначарского общества знания, это университетские вторники, так называемые в театре, когда студенты, молодежь города, студенты университета, не только Севастопольского государственного университета, но и других вузов приходят в театр. Театр только для них в этот день. И после спектакля смотрят по своему выбору, они выбирают в интернете, какой бы спектакль хотели посмотреть, а потом происходит анализ. Они задают вопросы. Они вопросы могли... Задают сначала в интернете, потом имеют возможность задать вопросы. Представляете, какое огромное удовольствие после спектакля иметь возможность задать вопросы актерам, которые играли, пообщаться с режиссером, пообщаться со специалистами. Этот проект, он очень у нас здорово в городе сейчас пошел, он так интересный, и театру это очень нравится, и особенно нравится, конечно, студентам нашим. Они уже не дождутся, завтра очередной вторник, завтра очередной спектакль, и наши студенты будут задавать вопросы, обсуждать, насколько вместе с актерами, насколько удался им этот спектакль, и что бы они хотели услышать от актера. Я знаю, что у вас есть еще совместные мероприятия не только с театрами, вы со следственным управлением абсолютно недавно организовали встречу, направленную на проведение антикоррупционного просвещения. Об этом буквально пару слов. Да, соглашение мы заключаем с разными организациями, структурами, в том числе это инициатива московских руководителей, председателя нашего Всероссийского общества знаний Духанина и Любови Николаевны, и главным руководителем Следственного комитета. Они заключили соглашение. Мы составили здесь на уровне Севастополя совместный план работы и начали уже действовать в рамках этого плана. Да, у нас интересные далеко идущие совместные дела, но уже первая ласточка такая, первые прошли такие интересные совместные мероприятия. Мы пригласили кадетов следственного управления, мы ставку делаем всегда в первую очередь на молодежь, пригласили в Центр исследований технологий. В Голландии есть такой центр, где детям лекторы общества знаний прочитали интереснейшие лекции и провели экскурсию. То есть, кроме этого, по антикоррупционным вопросам Следственный комитет провел интереснейший проект, связанный с предложениями молодежи, школьников, студентов по вопросам антикоррупционной деятельности. Это рисунки, это плакаты, это клипы, видеоролики. И подвели итоги. В 22-й школе лучшие ролики, клипы, плакаты, рисунки были представлены, дети награждены. Интересно очень. Валентина Владимировна, я вижу, что планов у вас огромное количество, громадье. У нас, к сожалению, уже не позволяет время рассказать о всех направлениях. Огромное спасибо вам за очень информативную и полезную беседу для наших жителей. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы общались с директором Севастопольского филиала Всероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество знания» с Валентиной Владимировной Мануленко. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. В студии работала Мария Аболенская. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин